Продолжение следует... 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 Итак, Жак Шамбаньер, Паван, разговор богу, исполняет Кирилл Прокопов по лизе. Субтитры подогнал «Симон» 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 Как раз это сочинение, которое действительно написано в итальянском стиле, оно написано на достаточно простую тему, с вариациями, каждая из которых идет в своем движении. И идея многих вариаций постепенная, с одной стороны, ритмическое ускорение, а с другой стороны, композиторы в таких жанрах показывают свои возможности виртуозного письма и композиторской изобретательности. Таковы были вариации фрискобальца, например, на популярной темы того времени, Романеско или Руджеро, у него есть вариации именно такие. Бах же просто использует некую хоральную тему и делает на нее ряд вариаций в разных движениях. Ария с вариациями, которую вы сейчас услышите, послужила прообразом знаменитых Гольдберг-вариаций. Ну, конечно, это сочинение гораздо меньше по масштабу, но тем не менее композиторские приемы, которые используются там, это приемы, которые потом будут использованы в Гольдберг-вариациях. Итак, рода Цебастьян Пап, Ария с вариациями в итальянском фотосибирском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Sимон» «Sимон» «Cond' Raining لا» «Еpsilon» «S step yok» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 о миноре Агана Себастьяна Баха. Но на самом деле, поскольку я сказала, что сочинение достаточно раннее, стиль Баха здесь практически не узнаваем. Гораздо вероятнее можно было бы предположить, что это пьеса Букстефуды, потому что она невероятно эмоциональна. И похожи на тоже они не совсем похожи на баховские фантазии, приюзии и так далее. Она скорее смотрит действительно в довольно ранний 17 век. Это пьеса, которая состоит из нескольких разделов. Часть из них раздела явно совершенно похожие на органную импровизацию, и часть из них раздела, основой которой является басовый астенатор, один и тот же повторяющийся ритм в басу, который связан с известными риторическими фигурами такого времени, пасовый риускулос, это нисходящий хроматический ход, который часто ассоциировался с крестным ходом, и мотивом, который назывался мотивом венчевания, который тоже связан был со страданием Христа. Кроме того, в конце этого сочинения вы услышите еще одну риторическую фигуру, фигуру вознесения, восходящую гамму вверх, и действительно изображение, буквальное изображение момента смерти. Это сочинение невероятно эмоциональное и невероятно яркое драматургически, и невероятно открытое и экстравертное для музыки Баха, но тем не менее, вот и такие сочинения у Баха встречаются. Итак, в Кроберкер, жалоба по случаю Меланхолии в Лондоне и Эган Себастьян Бах по газе Лененера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА